Здравствуйте! Это мобильные новости на Якутии 24. Меня зовут Нюргуяна Иванова. Я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе. Триумф красной машины на Олимпиаде. Пользователи соцсети обнаружили причастность Якутии к победе. Назад родные пенаты. Резидент комедии Вуман Надежда Ангарская приехала в Якутию с гастрольным туром. Фэшн-флэш-моб. В сети принялись массово отрезать головы друзьям. ДТП онлайн. Столкновение вас и Тойоты в Ленске попало в прямой эфир Инстаграма. Победа сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Южной Корее произвела фурор в социальных сетях. Эту победу ждала вся страна от Камчатки до Калининграда. Как оказалось, Якутия тоже имеет причастность к этому празднику спорта. Мама защитника Андрея Зубарева Ольга Семеновна родилась в поселке Эль-Дикан Усмайского района Якутии. Именно там похоронены ее родители. В начале 80-х она переехала на постоянное место жительства в Уфу. Но ни мама, ни сам хоккеист не забывают свою малую родину. Сразу после победы Андрей Зубарев передал привет жителям Якутии и пожелал не мерзнуть. Всем привет, я Андрей Зубарев. Так получилось, что я стал олимпийским чемпионом. И передаю привет всем якутианам, в частности поселку Эль-Дикан, где у меня родилась моя замечательная мама. Именно из-за нее я стал олимпийским чемпионом. Поэтому всем привет. Давайте не мерзите нам. В день решающего матча с Германией по мессенджерам начали распространяться фото якутских болельщиков. Ради победы фанаты перевоплотились в хоккеистов. В ход шли все подручные средства – боксерские шлемы, швабры и даже огнестрельное оружие. С долгожданной победой хоккеистов поздравила компания «Алроса». Необычное поздравление из алмазной крошки выложили в экспозиционном зале центра сервировки алмазов в городе Мирном. На ее создание ушло более 10 тысяч драгоценных камней весом до 1 карата. Общий вес композиции составляет примерно 4 тысячи карат. На ней изображен хоккеист с шайбой, рядом надпись «Спасибо за победу». Фото распространилось по мессенджеру WhatsApp. Фотографию с изображением композиции, посвященной победе российских хоккеистов, Алроса передаст Федерации хоккея России. В мессенджере WhatsApp появилось сообщение, что с 1 марта начнет курсировать на постоянной основе пассажирский поезд по маршруту Нижний Бестях, Кердем, Таммод, Нерингри, Москва. Сообщение оказалось фейком, так как открытие пассажирского движения в Якутии только планируется. Резонанс появился после выступления министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова. На его отчете он отметил, что работы в этом направлении ведутся, но все зависит от Федерального агентства железнодорожного транспорта, которые являются заказчиками. После старта пассажирских перевозок с Нижнего Бестяха можно будет доехать до любой точки России. Резидент Камеди Вуман Надежда Ангарская прибыла на родину. В ее гастрольный тур попали такие города, как Мирный, Алдан, Ленск, Нижний Куранах, Удачный, Якутск, Айхал и, конечно же, родной Нерингри. Поклонники уже делятся видео с выступлениями, ну а сама Надежда не скрывает своей радости от возвращения домой. Привет, якутяне! Жмите нас, мы едем! Удачный! Айхал! Мирный Якутск! Нижний Куранах! Алдан! Нюрингри! Якутск! Нижний Куранах! Алдан! Говори! Нерингри! Громче говори! Нерингри! Тот же! Отдельной мечтой для Надежды оказался снежный душ. Я видела это во сне и мечтала сделать по приезду в Якутии. Бодрящий, экологически чистый душ с запахом хвои и минусовой температурой. Поделилась она видео в Инстаграм. А вот жители Алдана от снега явно не в восторге. В этом году его выпало так много, что во время чистки обнаружили целый автомобиль. Вслед за Нерингри на этой неделе гонки на льду устроили в Ленске. Любители экстрима оторвались по полной. А вот некоторым жителям экстремальных соревнований явно не хватило. В ночь с 25 на 26 февраля на улице Победа в районе пожарной части в Ленске водитель ВАЗ нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. А именно, осуществлял буксировку машины на полосе, предназначенной для встречного движения. При этом он не выставил знак аварийной остановки, из-за чего водитель Тойоты Суксид, двигающийся по своей полосе движения, врезался в него. В результате ДТП пострадавших нет. Авария случайно попала в прямой эфир Инстаграма одного из местных жителей и быстро разлетелась по сети. Жители села Тополины от Ампонского района Якутии, в котором из-за пожара в жилом доме остались без крова 40 человек, поблагодарили Виктора Лебедева за материальную помощь. Узнав о беде земляков, двукратный чемпион мира по вольной борьбе сразу же перечислил по горельцам полмиллиона рублей. Жители села записали сразу несколько видеообращений со словами благодарности. «Хотим выразить огромное человеческое спасибо Виктору Лебедеву за то, что не оставил нас в беде и в тяжелое для нас время оказал поддержку. Никто не застрахован от такого». Выразили благодарность жители Тополинова. Отметим, что Виктор Лебедев является уроженцем данного села и в будущем планирует продолжать благотворительную деятельность. «Хотим выразить среди школы! Таким выразить спасибо и поблагодарить Лебедева, Виктора Николаевича, показания и материальной помощи. Жители, друзья, шутболинеры!» Якутияне официально пережили еще одну зиму. С первыми лучами солнца и наступлением весны многие выбрались из города, чтобы посетить Ленские столбы. Выходные ленты Инстаграма буквально пестрило фотографиями из одного из самых красивых мест на планете. Еще одной радостной новостью, которая мгновенно разлетелась по интернету, стало открытие катка на главной площади столицы республики. Коток уже заливают и будем надеяться, что местные жители будут радовать нас своими фото и видео. 1 марта мир отмечал День котов. Подписчики нашего Инстаграм-канала делились с нами в течение дня фотографиями и видео своих домашних питомцев. Мы запустили специальный хэштег, по которому они делились рассказами о своих любимцах. Ну а в доме американки из ниоткуда возник загадочный кот. Случайно оказавшийся в вентиляции кот сделал нашедшую его американку знаменитой. Пост с видео, где питомец выбегает из-под напольной заглушки, посмотрело более 7,5 миллионов человек. Девушка по имени Брэна из Миссурии опубликовала твит с комментарием. Две вещи. У меня нет кота. Вторая. У меня нет кота. Странный текст объясняется происходящим на видео. Животное появляется будто из ниоткуда. Житель Австралии забрался в ванну с ручным крокодилом по кличке Сломпи. Видео опубликовал YouTube-канал Вайрал Хок. В ролике австралиец устроился в ванне с небольшой рептилией на груди и пропел, что купается вместе со своим Сломпи. «Я принял ванну и в истинно австралийской манере взял с собой своего ручного крокодила», – цитирует Вайрал Хок мужчину. «Меня немного беспокоило, что Сломпи может схватить меня зубами, но он оказался вполне довольным, несмотря на мое ужасное пение». В 2017 году сообщалось, что живые крокодилы стали модным подарком на Рождество в Австралии. Девушка напугала отца и сделала его звездой интернета. Ютубер Кайли Мой записала на видео, как в течение двух недель пугала отца хлопушкой с конфетти. В общей сложности дочь взорвала около десяти хлопушек, что неминуемо заставало мужчину врасплох. Однако его реакция каждый раз была примерно одинаковая. Он нецензурно выражался, а затем смеялся. «В один день ты меня доведешь до сердечного приступа», – говорит отчаявшийся мужчина на последних кадрах. Видео моментально обрело вирусную популярность. За два дня его посмотрели более 700 тысяч человек. Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость сети Snapchat на миллиард долларов. Она написала в Твиттере, что больше не заходит Snapchat, после чего стоимость акций компоментально просела на 6,1%. Итак, кто-нибудь еще перестал заходить в Snapchat или только я? Это очень грустно. Такой пост опубликовала Дженнер 22 февраля в Твиттере, где на нее подписаны более 24 миллионов человек. Отказ звезды от использования популярной социальной сети связан с недавним обновлением приложения. Разработчики полностью переработали пользовательский интерфейс, что привело многих фанатов Snapchat к бешенству. Представители компании ответили, что слышат пожелания пользователей и в течение ближайших недель Snapchat получит еще одно обновление. Пользователи развлекательного портала Reddit активно обсуждают гифку польского художника Феликса Кончаловски. Она представляет собой бесконечно приближающееся изображение морского побережья. Гифка карты местности, которая постоянно увеличивает масштаб, попала в топ. Комментаторы пишут, что их тошнит от просмотра картинки. По мнению некоторых пользователей, это самая раздражающая гифка на свете. Они отмечают, что при длительном просмотре гифки начинает скручивать живот. Испанка случайно наградила себя аномально узкими ногами. Фэшн-блогер сделала снимок своего наряда, но стала объектом для насмешек. Это произошло из-за оптической иллюзии. Пользователям показалось, что у девушки неправдоподобно худые ноги. Несколько сотен человек высказали свое отношение к якобы непропорциональному телу испанки. «На секунду я подумал, что полоска на брюках – это расстояние между бедрами», – заметил один из комментаторов. «Неудачный фотошоп», – заключил другой. Ни одна неделя не проходит без флешмобов. В соцсетях набирает популярность новый флешмоб под хэштегом Gucci Challenge. На снимках люди держат головы своих друзей в руках, пряча их тела за кадром. Он навеян последним показом коллекции одежды итальянского модного дома. Тогда режиссеры превратили подиум в операционную с хирургическим столом, а модели демонстрировали одежду, держа в руках копии собственных голов в качестве аксессуара. Помимо отрезанных голов, модели Gucci позировали на подиуме с муляжами змей и драконов. Пользователи социальных сетей в погоне за популярностью решили стилизовать модную тенденцию под свои нужды. На снимках они держат в руках головы знакомых, имитируя, будто их обезглавили. Изначально позирование с отрезанными головами запустили популярные модные блогеры, затем их идею подхватили подписчики. 26 февраля российский рейтинг бесплатных приложений WebStore возглавляет GetContact. Сервис, который показывает, как пользователи записаны в чужих телефонах, за неделю стал популярнее, чем Телеграм и приложения Сбербанка. Динамику популярности можно проследить и по данным Google. Доказательство успеха GetContact – это сториз со скриншотами в Инстаграме. Однако Роскомнадзор призвал россиян не быть доверчивыми и не устанавливать на свои смартфоны новое популярное приложение. Эксперты призывают пользователей подумать, готовы ли они раскрыть другим людям содержимое своей телефонной книги, а также рискнуть передать личную информацию третьим лицам, которые могут использовать ее как угодно. Роскомнадзор указывает, что данные могут попасть коллекторам, мошенникам, вымогающим деньги обманным путем, финансовым брокерам, навязывающим невыгодные вложения средств и прочим злоумышленникам. Известно, что приложение уже запретили в Казахстане. А туториалы с подшаговой инструкцией, как удалить приложение, уже появились в YouTube. Недавно пользователь Twitter посетил морской парк Авашима, расположенный к югу от Токио. Там он решил немного развлечь местных жителей. Возле загона с пингвинами он достал игрушку Йо-Йо и начал мастерски ее раскручивать. Пингвины, стоявшие за стеклянной загородкой, стояли как загипнотизированные и вращали головами, стараясь поспевать взглядом за забавной вещицей. Настоящий талант всегда найдет почитателей. И что такого в том, что иногда ими становятся пингвины. Это были мобильные новости. Новости, которые делаете вы сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvknewssobacamail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Отмечайте нас по хэштегу Якутия нижнее подчеркивание 24 и моб новости нижнее подчеркивание як 24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.